ребят всем привет сегодня вам покажу два своих монтажа для ловли сама при помощи кока с поплавочками две оснастки они немножко отличаются я вам сейчас это все покажу выберите на вооружение то есть это как бы я вам примитивно показываю сам смысл на самом деле это все делается на другом шнуре на других крючках это я вам сейчас примерно все показываю ну суть я думаю вы все поймете значит первый момент это подбираем поплавок под груз у меня уже как бы не подобраны здесь 250 грамм и вот такие поплавочки как раз получается под эти грузы и так приступим значит первый монтаж у нас будет значит скажем вот это у нас идет основная наша плетенка вот она то есть соответственно у нас поплавок будет скользить до нашей лодки со таким монтажом сейчас покажу конструкцию мы ничего не продеваем ничего мы не мы просто что мы делаем мы берем продеваем груз на основную нашу плетенку груз берем бусину это что касается первого монтажа продеваем бусину ну и соответственно вяжем поводок поводок здесь у меня очень короткий я вижу примерно сантиметров 50 а то и немножко поболее значит вяжем и наш поводочек конструкция очень простая ничего тут вообще как бы за умного но есть два вида монтажа с поплавочком те которые я применяю для рыбалочки сейчас я все вам показываю значит смотрите стороночку это в стороночку значит вот скажем наша основная плетенка вот на ней у нас одет груз получается бусина дабы не разбивала нашу плетенку да вот сопорочек так сказать ну и поводок сюда мы одеваем ракушку перловицу червь выпал за окно и печень кто кто на что будет в каждом регионе в каждой местности как бы сон реагирует на разные по-разному скажем так то есть вы уже подбирайте под себя теперь самый самый основной момент наш поплавок поплавок я использую ствердого пенопласта сделаю поплавки сам вытачиваю значит здесь стоит сейчас короче стоит противозакручиватель от фидерной рыбалки он идет с карабином вот так видно карабинчик это все обрезано даже можно еще немножко еще немножко больше это все не мешало вот получается карабинчик вот на верхнюю часть мы одеваем друзья это всего лишь дюбель пластиковый от быстрого монтажа и делаем сверху ножиком делаем разрез да вот такой скажем сквозной он примерно наносить на сантиметр мы делаем разрез теперь мы приехали на рыбалку отмерили глубину мы сидим водки как как нам выставить берем наш поплавочек просто защелкиваем вот таким вот образом друзья просто защелкиваем на лес все наш поплавочек будет скользить бросили груз да там два метра от 1 кто сколько поднимает а полтора два три метра от 1 ну в общем каждый по ситуации нашли глубину и вот таким движением друзья берем защелкнули вот таким движением и защелкнули получается мы фиксируем нашу плетенку вот в этом разрезе в дюбеле все наш поплавочек плавает и ловим рыбку как только поклевочка друзья мы делаем подсечку соответственно наша плетенка выскакивает с этого шурупа поплавочек плавает и мы себе спокойно вываживаем нашего сона все почему я делал поводки по длиннее этот поплавок дабы не мешал рыбе до рыба должна быть немножко дальше от груза то есть я делаю примерно 50 60 сантиметров вот в этом плане все то есть достаем поплавок вместе с грузом и на расстоянии 50 60 сантиметров у нас уже сон то есть он никак не мешает поплавок не мешает там сумму в общем ничего она не путается ничего не кружится все вот это первая конструкция которую я хотел вам показать очень просто вот пришли переезжаете с места на место допустим или уедно домой уехали вы просто сняли сняли у вас обычная конструкция вы можете просто рыбачить в отвес без поплавка то есть вот чем мне нравится такая конструкция она два в одном получается вы можем просто рыбачить без поплавка можем повесить поплавочек это что касается первой конструкции вторая конструкция она немножко чисто предназначена для поплавочной рыбалки да вот на сумму получается здесь сквозная трубка стоит сквозная то есть мы должны есть два варианта монтажа то есть либо же если мы не хотим пробивать вот такие вот стопорочки на на нитку да потому что нам придется отмерять там 78 метров ну это один раз отмерили в принципе и ну я их не ну как бы их можно использовать но я их как бы больше не использую я нашел другой выход для себя берем берем самый простой от летней рыбалки свинец отмерили глубину друзья придавили его чем-то зафиксировали и наш поплавочек соответственно будет упираться в свинец и таким образом мы свинец можем корректировать друзья он он также двигается по нашей плетенки вот вот и все вот и вся рада все различие в двух этих монтажах можно через стопор но я как бы отошел от стопор кого-то как бы не очень практично но я использую сейчас вот такие дроби от летней рыбалки мы приехали отмерили глубину ну поплавок соответственно должен быть продет на основную плетенку все приехали на рыбалку зажали наш маленький самый маленький берем там допустим один грамм полтора грамма там ну 8 то есть уже потому чтобы не проскакивал вот нашу ну как так сказать трубочку все прижали его на плетеночки бросили поплавочек себе груз уходит на дно 250 грамм уходит хорошо и поплавок выравнивается нашем месте где мы зафиксировали нашу наш свинец все и таким образом поплавочек у нас плавает и ловит нам сома вот собственно две конструкции которыми пользуюсь больше конечно предпочитаю я вот этот вот съемный монтаж то есть можно рыбачить как на обычную в отвес как обычно ловит до сом на пор можно с поплавочком то есть смотреть друзья смотрите это уже по вашему желанию показываю вам свои два монтажа вот это вся конструкция которая хотела показать вот застежечка карабинчик застежечка и шурупка в котором прорезь все это самый простой монтаж так что друзья кому было данное видео интересно поставьте лайк подпишитесь поделитесь этим видео друзья скоро сезон увидимся на рыбалочке коке покажу как делать самостоятельно без никаких лишних проблем то есть они будут рабочие сто процентов я их сам не затапливаю сам на них рыбачу друзья так что подпишитесь будет очень интересного всем пока друзья до новых встреч до новых встреч